Да, вот это быстро бежать. Да, вот. Теперь наверх. Передошли до этой локации. Воу, очень красиво. Вид обалденный. Ребят, вы все еще играете? На носу новогодние праздники. Надо что-то снимать новогоднее в конце концов. А вы залипли и никак оттуда не выйдете. Ага, мам, сейчас. Во что вы играете там хоть? Genshin Impact. Это популярная игра с открытым миром. Здесь много очаровательных персонажей. Нам предлагается послушать их истории, а взамен они составят нам компанию во время путешествия. У нас будут силы различных стихий. А еще раз будем встретить много разных очаровательных персонажей. Ага, я и вижу. Залипли в этот Genshin в этом году. Только в него и играете. А ролики когда будем снимать? Новый год-то на носу? Ну, давай мы пока поиграем. А вы сможете издание придумать, что мы будем снимать. Нет, ты поднимайся наверх, наверх, наверх. А что там у вас такого интересного-то? В Genshin Impact можно взаимодействовать с окружающей средой. Да, можно карабкаться, плавать, скользить по миру. С потрясающими пизажами и интригующими испытаниями. Какая она красивая, это любимый персонаж моей подруги. Хм, какая классная игра. Кстати, представляешь, более 60 миллионов игроков путешествуют по этому миру. А еще тут вышли новые персонажи. Странник, также известный как Скоромуча, 5-звездочная Анема Маг и Фарузант, 4-звездочная Анема Лучница. Так что мы советуем открыть этот совершенно новый мир для себя. Загрузив Genshin Impact по ссылке в описании, отсканировать QR-код на экране. И не забудьте использовать бонусный промокод на экране, чтобы получить специальные стартовые бонусы. 60 камней истока. И 5 единиц опыта Искателя Приключений. Мчим по ссылочке в описании и скачиваем Genshin. Да, я так понимаю, сложно вас будет оторвать от этого Genshin. Давайте тогда с вами повспоминаем, что же в прошлом году мы классного сняли. О, да, классная идея моя. Кстати, да, прикольно. А что мы там снимали? Я уже сам забыл. Папа, пап, что тут делать уже? А какой же был прошлый год? Прямо сейчас смотри новогодние тренды прошлого года от Family Box. Да, кстати, чаек себе налей печеньки, возьми и лайк поставь. Так, я не понял, я вообще-то здесь сижу. Да не упадем его. У тебя папа знаешь, сколько весит? Как Кощей Бессмертный. Ты знаешь, сколько весит Кощей Бессмертный? 100 миллиардов долларов. 100 миллиардов долларов, это я хочу в счет себя в банке такой. Короче, друзья мои. Всем привет. Всем привет, кстати. Мы сегодня хотим посмотреть новогодние тиктоки. Для нас Вероника что-то отобрала, мама, соответственно. Мы не знаем, что она там отобрала. Мы еще сами не видели. Поэтому давайте вместе с нами глянем. Ну, первый тикток я вот хочу какой посмотреть. Это наш новогодний трек. Кто еще не смотрел и не слушал? Тут колбаса. Поэтому не будь колбасой, посмотри. Вяленый. Коспапа. Ладно, это мы начинаем с нашего трека. Ребят, кто не послушал и не посмотрел наш клип, обязательно переходите и смотрите. Называется Милана Фельмонова «Новогодний трек». А теперь смотрим тиктоки. Что тут мама отобрала? Что это такое? Это какие-то корейцы? Непонцы. Merry Christmas. Китайцы? Малазийцы? Прикольный тренд. Можно начинать. Вот плохо у них нету елки, нету снега. Ну, что это такое? У них есть только солнце и жара. Ну, мне этого не хватает. Я хочу туда, к ним. Отвезите меня на Бали. Хочу на Бали. Так, следующий. Это Дед Мороз на 1 января. Да, именно все Дед Морозы вот такие. Вы знаете, о чем я говорю. О, офигеть. Там написано о том, что они заказали этого Деда Мороза на Новый год. И он был слегка больше, в кавычках, слегка, чем ожидалось. То есть он помещается в эту маленькую сумочку? Да. Но это только в Америке. У нас 1 января Дед Мороз за другие. О, кошка в виде игрушки. Ой, тягой, что ли? Милота. Да не ты милота. Кошка милота. Ай. А что у нее руки трясутся? Она специально это делает. О, вау. О, май гуднес. Легендарно о май гуднес. Это надо, чтобы липкий был снег, наверное. Подожди, а при чем здесь Мерри Крисмас и пчелы? Не знаю. Ну-ка давай смотрим. И горчицы. А, это мед. Он елку рисует, я поняла. А, пчелы, смотри, пошли кушать мед. Пчелы ведь тоже должен быть Новый год. Это вам не Оливье и Мандарины. Вот он, мед. Настоящий, ура. Теперь вот это. Что это? Какие-то трубы. Это кактус, мне кажется, будет. Да, я отгадала. Зачем кактус на Новый год? И его на Новый год накрасят. А, это такой типа этот? Прикольно. Прикольно. Я тоже такой хочу себе домой. Оно заказывается где-то? Да нет, это он сам сделал, смотри. А где он нашел вот эти вот веревки, что ли? Это трубы. Это сантехники трубы. Канализация, какашки всякие. Я не хочу себе такой кантус. Что не хочешь? Ты в туалет ходишь. Йоу-йоу, новые стишки от папы. Что не хочешь, эйу? Ты в туалет хочешь, эйу? Так, я не помню, что там за пацан лежит на лестницах? Один и второй пацан. Мы продолжаем смотреть следующий видосик. Тут у нас какие-то три девочки. Что такое? Привет, мам. Привет, мам. Привет, мам. Прикинь, какое поколение. Круто. Пойдем дальше. Ах ты. Господи, как она это делает? Это переходы. О май гиднис. Из чего я понял то, что у нее красивая комната. Больше нифига я не понял. Это лапа кота. А вот еще один кот под елку. Да. Что? Слушайте, у нас раньше Лаки любил на попе ездить. Реально, у него прям здесь видео, как он ездит на попе. Он такой, по папе такой. Хочешь сказать, что он ездил по моему носу на попе. Просто ты не видишь, когда ты спишь ничего. Ну ладно, давай дальше. Ты заболталась. Вау. Что это такое? А, смотри, он вешает сердечки на... Дерево. Красиво. Что ты орешь? Дурнушка. Что ты орешь? Чапалах сейчас получит. Что он не понимает? Да что ты кричишь? Истеричка-то, а? Во. Давай дальше. Добрая девочка. Так, пряник. Еще один пряник. Глинтвейн. Да ты помолчи. А где это интересно? Зачем ты все переводишь? А, это во Франции. Ой, как клево. Отвезите меня туда. Клево, да? Красиво. А почему их везде мишки? Ну из-за этого коронавируса не съездишь даже в это место. Да, подожди. It's Corona, бро. Не, не Corona, бро. Зеленка. Кругляк. Краснухка. Да хватит. Все говорите. Подписчики, они же не тупые. Они все мои прекрасные. Ты меня слышишь? Офигеть. О май гудни. Смотри, какую крутую штуку она сделала. Да я вижу. Что ты видишь? Фигу ты видишь, по-моему. Что это? Вау, это что? Это подарки? Я хочу себе такие подарки на Новый год. Это не подарки, столько им приготовили. Кому им? Детям. Кто они? Ну, родители. А если у них нет детей, ты видишь хоть дитя одного? Вообще-то они сейчас прибегут еще только в 5 утра. Логично. Ой, один дома. Ну, как же не посмотреть на Новый год один дома, да. Ест он какие-то пряники. А, клево. Милота, да? У них сочетаны почти как у тебя. Да? Да. Ну да, реально, точно. Идем дальше. Не знаю, что это очень сложно. Может быть, я все не готов. Как это связано с Новым годом? Подготовка к Новым годом. Объявляю открытый. Мандарины. Очень много мандаринов завязывают. Вау. Это такой венок, да, новогодний? Ты так сможешь сделать? Да, легкотня. Ты же любишь всякие поделки. Это легкотня, да. Ой, легкотня, прям легкотня. Ну, сделай. Да мне лень. Ну, ты ленивая. Ленивая попа. Одна проблема. У меня ленивая попа. Одна большая и маленькая проблема. Попа у меня ленивая. Гениально. Смотри, она еще что делает. Ну, это просто снежинка, да? 31 декабря, смотри. 31 декабря. Она бегает до 31 декабря, потом 31 декабря начинает наливать ванну из шампанского. Тут ей приносят оливье и все с наступающим ее поздравляют. У нее попа горит, смотри. Потому что у всех декабрь он вот такой. Даже вот у нас он сейчас. Всякие выезды, проезды, концерты, съемки. Вы поняли его, ребята? Все, короче. У всех декабря он сейчас вот такой вот, вот такой вот, вот такой он сейчас. Я же говорила, я не хочу с тобой сидеть. Я с тобой не хочу сидеть, она размахалась чуть своими, как лебедь. Новогодний тренд. Смотри. Не кусай меня. Тетя, давай снимем. Прикольно. А вы, ребята, обязательно подписывайтесь на наш ТикТок и скоро обязательно увидите вот такое вот крутое видео. Ну все, пойдем снимать. Я, кстати, купил салюты новогодние. Ну-ка давай. О, офигеть. Ой, не, ну это опасный какие-то салюты. Прикольно, блин, а где такие бомбочки взять? Доча, ложись спать, иначе Дед Мороз не принесет себе подарки. Хорошо, мам. Надо поймать Деда Мороза. Доча, я спать разбудишь, когда Путин придет. Куда придет? Ну поздравлять будет, я желание съем. Все, разбудишь. Почему я не смеюсь? Ну это в том, что ты странный. Лицо, как минимум, у тебя сейчас тоже странное. Новый год в СССР. Ёлка. Игрушки. Блин, у меня такие были, я помню, игрушки в детстве. Ай, у меня была такая звезда красная. Нет, у меня таких не было. Это какие-то кальмары. Матрешка бумажная. Нет, таких у меня тоже не было. А вот тут кое-что было у меня, да. Ну какие-то они все невзрачные. Хотя все стеклянные были, клевые. Ну, наверное, наши родители это поймут. Ну, мои. А вот твои родители уже так себе понимают. Кстати, кто твои родители? Чего ты сказал? Ничего не говорил. Так встаем, новогоднее меню составлять надо. Ура, скоро Новый год. Ой, так, что готовим? Оливье. Правильно, сынок, оливье наше все. Такой тазик, Галя. Хватит, Володя. Селедочки под шубой. Ну, конечно, Володя, селедки под шубой. Под селедку хватит. Голубцы. Крабовый салат. Обожаю. Ну да. Котлеты, пюрешку, бутерброды со шпропами и икорочки. Обязательно. Икорочки. О, шампусенка не забудь. Да не забуду я твоего шампусенка. И шампанского надо не забыть. Шампанское. Десять бутылок. А шампусенок и шампанское... Володя, десять бутылок ему. Одной хватит. Одна бутылка. Ой, чую, гульнем. Что бы ты хотела, чтобы у тебя было на новогоднем меню? Мандаринки. Ну, у тебя такой бы диетический Новый год. Я никогда не пробовала оливье. Подпишись, тебе это скоро пригодится. А зачем мне пригодится, если я не ем нутеллу? Я ем. Что она делает? Везде эта песня играет. Да, папа. Умирает, что спать под нее. Сипа. Делает Дед Мороза. Папа, ты думал своей рукой, мне ничего не видно. Смотри, кого она сделала. Дед Мороза. Это гдонник. Клево, очень красивый. Мне нравится. Да, прям лайк. Сделай это зимой. Два-два. Два. Что? Прикольно. Тебе кажется, или мы иногда с тобой придурки? Тебе не кажется. Мы, правда, иногда придурки. Эстетика на Новый год. Это твоя любимая эстетика. Не. Не люблю эту всю эстетику. Все, что сейчас показали здесь. Нет. Икру я люблю. Пойдем дальше. Добрый вечер. А что это? Это же неправда. Ну как неправда? Ну смотри. Ты написала письмо Деду Морозу? Карапузеныш. С новым годеныш. Это как будто я ее бью. У нас есть такой фокус. А Лаки в это время защищает. Я больше так не буду, Лаки. Прости. На самом деле, это просто эксперимент. Зачем тебе, моя ворота? Не надо так делать, пожалуйста. Пожалуйста. Ты все равно хотела тебя делать. Ай, фу. Мы уже приготовили подарок Лаки. Мы ему нальем на 31 декабря воды и насыпем корм. Нет. Все. Мы приготовили игрушки. А оливье не будем готовить для собаки. Кстати, на этом выйдет скоро другой ролик на Новый год. Мы сделаем оливье для собаки. А еще мы сделаем... Ах, хватит ему. Ничего мы не сделаем. Это просто без тебя мы будем делать. Ты просто ничего не понимала. Короче, друзья. Всех вас с наступающим Новым годом. Много-много подарков. Много-много эмоций. Классных, крутых каникул на Новый год. Всем удачи. Всем пакедова. С Новым годом. Мама, это ты что ли? Зачем так пугать? Не, ну так неинтересно. Как ты меня так быстро узнала? Мам, я вообще-то не маленькая. И уже любого под маской узнаю. Ой, прям так и любого. Мам, да хоть кого. Спорим? Спорим. Итак, вы уже поняли. У нас будет новогодний челлендж. Мы должны угадывать, кто же будет под маской. А точнее, под бородой Деда Мороза. Ну что, погнали? С наступающим, а мы начинаем. Это легкотня, это легкотня. Так. Влад А4, мне кажется. Тебе кажется или нет? Влад А4. Окей, давай смотреть. Мама, ты отводь, дед. Да, мне тоже кажется, что это Влад А4. Мне кажется, вот эти вот большие синие глаза, это просто без вариантов, да? Ты готова идти дальше? Следующий. Естественно. О май. Как-то этому человеку борода не идет. Начнем с этого, что это какие-то женские глаза. Но у меня есть одно предположение. У меня тоже, но это точно не она. Кто? Тик-ток еще есть такая Катя-близняшка. Вот мне кажется, что это она. А мне кажется, что это все проще и это просто Ариана Данилова. Ну, может быть, сигорь. А, да. Один. Точнее, два, один в мою пользу. Я скажу так, что ей без бороды лучше идет. Ариана Данилова, наш вердикт. Без бороды тебе лучше. Да. Мы сейчас всех удивили. Поехали дальше. Да. А вот тут я... Есть предположения вообще? Я не знаю. Я совсем не знаю. Нилан, ты там вообще в этих всех тик-токах разбираешься и так далее? У вас готовят три миллиона в тик-токе. Нилан, ты там вообще в тик-токе всем разбираешься? Логично, логично. Я скажу, что это Оля Бузова. Ну так, просто вот. Я просто мало кого знаю на эстраде. Не, 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 не знаю. Я знаю. Давай смотреть. Давай! Это Оля Бузова! Вообще! Я так и знала, я просто не хотела проиграть. Ты просто хотела проиграть, да? Ты не хотела проиграть, поэтому проиграла. Окей, и того у нас сейчас счет. Три, один. В мою пользу. Сейчас аплодисменты. Ладно, окей, поехали дальше. А, Еле Гаврилина, у меня всегда такие пьяные глаза. Да? Я не знаю, потому что я правда не уверена. Ладно, Милана победила в этом раунде. Но только в этом раунде. Поехали. Опа. А, мне кажется, что это знаешь... Мне кажется, что это Глент. О, нет. Я, конечно, не уверена. Ты думаешь, что это мальчик? А мне кажется, что это девочка. Причем, мне кажется, знаешь, это кто? Я имя забыла. Девочка с ТикТок Хаоса, у которой зеленые волосы. Лиана? Вот мне кажется, так, да. А ты сказала Глент. Смотрим, кто на самом деле. Да ладно, как ты узнала? Это же невозможно. Я не смотрю А4, но... Но мы все его знаем. Поехали дальше. Это Данька? Да, я тоже смотрю на эти глаза. Это кто? Кстати, красивый Дед Мороз. Че-то глаза сильно похожи. Знакомые просто до боли знакомые глаза. Давай, посмотрите. Я знаю своего брата наизусть, йо. Ну, кстати, ему идет Дед Мороз, да? Он будет классный, Дед Мороз. Для своих детей, наверное. Че? Это папа с тобой. Это 100% наш папа. Это даже не под вопросом. С десерта! Едем дальше? И тут улыбка сошла с их лиц. А над головой появились обезьянки. Ты никого не знаешь? Ну, у меня есть версия. Я думаю, что это может быть Дина Исаева. Не Исаева, Асаева. Дина Исаевый соус. Смотрим? Ну, да, давай Дина. Так не честно, ты просто подстроилась. Ты тоже под... Мы А4 подстроились. Нет, я А4 узнала, а под Гаврилину подстраиваться не стала. А вот, короче, не знаю. Да, Дина. Да, Дина. Он не всегда такой пустой взгляд. Томный фэшн. Как ты тоже любишь в последнее время фоткаться. Что это было? Едем дальше. Егорик. Я его, кстати, раньше смотрела, да. Да? Да. Я вам честно признаюсь, я не узнала его ни в Бороде, ни без. Я его просто не знаю. Ну, Егорик такой блогер. Раньше с А4 снимался. Поздравляю, ты выиграла в этом раунде. Поехали дальше. О, я знаю, кто это, я знаю, кто это. Я вот его 1, 2, 3 сказать, а ты... Давай скажем, 1, 2, 3. 1, 2, 3. И влево. Да, без вариантов. Мне кажется, этот взгляд, о боже, этот взгляд. Клаба Кока. Клаба Кока. Кто был первый? А я. Нет, я. Я сказала Кла и ты сказала. Кока. Точно. Почему они всегда вот так вот смотрят? Не знаю. Ты вот этого знаешь, Чайка? У него борода кривая, потому что у него нос вот тут вот, а борода... Я сдаюсь. Мы тоже. Чего? Карина Крой? По этой фотке вообще не узнать. Нетипичная Карина. И типичная Карина, конечно, не будет с бородой Деда Мороза, но... Поехали дальше. Я хотела сказать, что это папа, но... Да, да, да. Я не хотела бы, чтобы такой Дед Мороз пришел к нам домой. Ха-ха-ха, я вам подарочки приняла. Держите вот его. А, это один пешок. Нет вариантов? Давайте оператор спросим. Оператор, кто это? Вот этого я не помню. Я предполагаю, что тот, кто для нас готовил, знает, кто это. Но не как, что мы знаем. Давайте открывать. Че, Леша? Ну вот, Милана. А ты говоришь, любого узнаешь под маской. А вот и нифигашеньки. Да у него такое лицо, как бы там, перекус. А вот и все. Все-все. Поехали дальше. Кто это? Я хотела сказать, что это Бузова? Но нет, это не Бузова. Но нет. Да реально, у них все глаза перекусные. То он туда, то он туда. Хочу сфоткаться. Раз, и сфоткалась. Два, и сфоткалась. Три, фотосет закончен. Может быть, это Алиша? С иксом. Мм, кстати говоря, может. Мм, сейчас посмотрим. Не слышу аплодисмента. У меня, кстати, гибкая, как у меня. У нее, как у тебя? Только розовая. Поехали. Мне кажется, это настоящий Дед Мороз. Это этот. Я забыла его фамилию. Да это же Димка. Поехали дальше. Фамилию реально не помню. Ну, давай посмотрим. Дмитрий Масленников. Нам просто тут подсказывают. Мы их мажем. Точно, точно. Я не знаю его. Это он, это он. Я не знаю. Мия Бойка. Точно? А, 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 а. Что это было? Я и моя адекватность. А, 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 а. Поехали дальше. Ха-ха-ха. Хм. Это сложно. Ну, мне кажется, это... Она еще под маской постоянно. А, Амина? Да, вот. Как это, как сказала великая Ксения Собчак, тендер либо я? Да ладно? Да у них взгляд перекошен. Ха-ха-ха. У них взгляд перекошен. Я в шоке. Это же просто Милана. Ну, правда, не эта и не та, а вот вон та. Почему Милана всегда попадает в наши ролики? Потому что мы ее любим. Я в шоке. Мы с тобой не угадали. Опять эти большие глаза. Кто это? Я знаю. Угу. Ага. Это Хаметова. Че? Это я. Это ты. Мне кажется, тебе борода великовата. О, я такая красивая. Я и неожиданно с фотошопа. И ты так на себя посмотрела и так удивилась. Ну ладно, ладно, ну красивая, ну красивая. Тут, кстати, нет фотошопа. Это просто хорошее, красивое качество фотографий. Поехали дальше. А, я знаю, кто это. Да, с вот такими вот всегда черными мешочками. Это в Гарри Поттере какой-то... Хабиб? А, Хабибка, да, точно. Он точно был в Гарри Поттере. Любители Гарри Поттера сейчас. Точняк. Хабибка. Ягодка-малинка. Оп, оп, оп. На этом, пожалуй, все. А на этом, пожалуй, и все. Я хочу сказать. Это было настолько весело и интересно, что я бы дальше продолжила. Поэтому, если вам такая рубрика понравилась... Оставьте много-много лайков. Понраву. Это значит понравилась. Потому что угадывать вместе это весело. Короче говоря, ребята, всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч. Вот прям так... По лбу дам. Я не знаю. Итак, окей. Итого у нас сейчас счет. Три. Один. В мою пользу. Два-один. Почему два? Я в прошлый раз выиграла... Два-два, кстати. Чего это два-два? Я тебя угадала и еще кого-то. А, а четыре. Во. Какого тебя-то? Тебя. А меня не было. Вот ты. Уже тяжелая такая. Офигеть. Ну что, начинаем украшать наш дом. И что, с первого мы хотим начать? Это с живой, настоящей елки. Так, теперь надо елку установить. Опа. Стоять, елка. Еще надо тебя подкрутить. Так, ну что, ребята, распускаем нашу елку. Она должна еще какое-то время не постоять. Кстати, это датская елка. Привезли ее в здании. Она очень вкусно пахнет. И, говорят, может стоять до двух, до трех месяцев. Кстати, я уже запах чувствую. А, этот аромат. Она нереально вкусно пахнет. Просто, знаете, вот, когда в баню заходишь, пихту какую-нибудь кладешь, или масло пихтовое. Вот такое ощущение, что здесь то же самое. Сейчас я за секунду переоденусь, и вы увидите, как елка раскрылась. Раз, два, три. Смотрим, как она раскрылась. И, внимание, елка распустилась. Теперь давайте мы ее украсим. Ну, чтобы нам было веселее, предлагаю включить музычку. Алиса, родненькая ты моя, включи песню Милана Филимонова «Новогодний трек». Алиса громче? Алиса еще громче. Ну, вы поняли? Опять по телеку знакома Харитама. И зажигают за бенгальские огни. Давайте вместе танцевать и веселиться. Все чилят с нами в эти праздничные дни. Хэй, гайз, зажигай, звук она верни. Раскачай, пусть все знают, мы здесь не одни. Жми лайк, делай хайп, двигаться начни. Здесь Милана мутит вайп, ну-ка, зацепни. Хэй, гайз, зажигай, звук она верни. Короче, у нас сегодня видео про то, как мы украшаем наш дом. Поэтому хорош танцевать, приступаем. У тебя новогоднее настроение сегодня? Будешь с нами дом украшать? Ну давай тогда приступаем. Короче, первое то, что мы будем бежать на елку, это гирлянды. Они вот такие прикольные, у нас тут, кстати, 12 метров. Давайте мы сейчас все быстро накинем и покажем, как они горят. Так, короче, у тебя сейчас будет очень важная миссия. Ты должна вот эту вот звезду гонить. Звезду гонить. Да ё-моё. Короче, ты должна эту звезду вон туда и поставить. Поняла? Наверное, у многих возник сейчас вопрос, где же Даня, почему он не наряжает елку вместе с нами. Дело в том, что мы решили сделать для него сюрприз. И к тому времени, когда он придет из садика, его будет встречать красивая наряженная елочка. Так что погнали наряжать и будем радовать Даню. Это, кстати, елочные игрушки. У нас, на самом деле, здесь два варианта игрушек. Те, которые мы купили буквально вчера, потому что нам захотелось новеньких и необычных. И те, что у нас уже были. Сейчас мы их все сюда сложим, чтобы было понимание. Немножечко. Субтитры сделал DimaTorzok Все любят бургеры на Новый год. Ну, наверное. Кстати, напишите в комментариях, какое блюдо на вашем столе на Новый год всегда. Что в этом году у вас будет стоять на столе? Ребята, вы только посмотрите, какого крутого ежика. Ой, сову я взяла. Смотрите, пойдемте, пойдемте. Украшаем не только елку, но и весь дом. А это, кстати, мы сделали из конструктора. Это такой новогодний венок. Давайте его повешаем, а точнее поставим. Да, кусочек отвалился. Ну ладно, ничего страшного. Готово. Я буду здесь жить. А теперь давайте посмотрим, что же у нас получилось. Хэй, гайз, зажигай, звук она верни. Раскачай, пусть все знают, мы здесь не одни. Жми лайк, делай хайк, двигаться начни. Здесь не ладно музык, байк, ну как созреть дней. Ну все, ребята, я буду чилить. Ну а вас с наступающим Новым Годом. Ну и, конечно же, куча подарков на Новый Год. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Ужас. А что за муж? Объелся груш. Все, давайте хату украшать. Давайте. Жми лайк, делай хайк, двигаться начни. Здесь Милана будет байк, ну как созреть дней.